Уважаемый коллеги, я хочу представить небольшое сообщение, которое посвящено недавним, сделано буквально по свежим полевым материалам, хотя вот эта тема камней на крестовых горах, она меня интересовала достаточно давно. И, в общем-то, сейчас речь пойдет о регионе, который показан хорошо здесь на карте. Это вот при Аргунии, граница между Россией и Китаем, на котором, соответственно, на нашей стороне проживают русские, в основном это потомки казаков и появились здесь в середине XVII века, а вот на этой территории носителями русской православной традиции на сегодняшний день остались метисы, это потомки русско-китайских браков. А казаки после 1920 года, после окончания гражданской войны в Забайкале, они просто бежали на эти территории, ну и, соответственно, количество таких русско-китайских семей, их значительно увеличилось в XX столетии. И, значит, впервые об этой традиции поднимания камней на крестовые горы я услышал в начале 1990 года, в начале 1990 года, когда оказался в Нерчинском заводе. Вот это такая, так называемая гора Крестовка, тогда креста на этой горе еще не было, его уничтожили в, значит, советское время, но, значит, крест на этой горе существовал с XVIII столетия. Вот это гравюра XVIII века, Нерчинские заводы. Дело в том, что вот в этой горе, значит, были восстановлены рудники аборигенов края, которые добывали здесь серебро. Ну и по утверждению историков, в частности, вот, которые занимаются историей горнозаводского дела в России, как раз на серебро вот из этой горы, горы Крестовки, был построен Санкт-Петербург. Собственно, здесь было добыто первое серебро, российское серебро. Сюда, это было начало XVIII века, а до этого времени сюда, в Россию, серебро ввозилось. И, значит, оказавшись в 90-х годах в Нерчинском заводе, я услышал от женщин такого старшего возраста, что существовала традиция подниматься на эту гору, заносить туда камни и воду. Это делалось на праздники. Был назван праздник, что это праздник Вознесения. На вопрос, зачем это делалось, ну, это вот как бы в качестве обета, чтобы, значит, вот, причем нужно было подниматься молча, ни с кем не разговаривать, донесить туда камень, значит, да, и в основном это делали женщины. И, значит, этот обет, он давался для того, чтобы было здоровье детей, благополучие в семье. И, значит, как правило, вот все эти желания, вот этот обет сбывался. А для чего он наносил именно камни и вода? Ну, вода просто выливалась на эти камни, а камень клался вот на то место, где когда-то стоялся крест. И вот я помню, что они тогда сказали такую очень интересную фразу, надо было трудиться, то есть в волне какое-то такое очень тяжелое. Действительно, гора очень высокая, и камни брались прямо на самом подножии, нужно было поднести, занести вот на эту достаточно высокую гору. Ну, и в следующий раз я был уже в 2008 году, крест был восстановлен на этой горе, вот он такой железный, и понятно, что при восхождении на эту гору, вот мои студенты, которые пошли со мной, они, конечно же, взяли эти камни и занесли туда и положили. Вот здесь вот лучше, да? Нет, что-то не делается. Вот тут самое интересное, значит, то, что вот, значит, установление камней на каком-то месте, таком святом, оно очень характерно для аборигенов вообще всей Сибири. В Западной Сибири, на Алтае и в Забайкалье существуют различные такие места священные, ну, вот Буряту, допустим, Ангулфу называется Або, и, значит, на которые приносятся камни или любой проходящий мимо, он просто выкладывает эти камни. Я не стал прикладывать фотографии, но на одной из фотографий затем вы увидите одно из таких Або. И надо сказать, что в этом году я, так сказать, продолжил как раз восхождение на эти горы. Да, да, ну, и с камнем, и без камня, по-разному. Но что, в общем-то, здесь интересно, что на российской территории вот эта традиция подниматься на горы Вознесения, это как бы как правило, хотя есть и другие горы, на которые как бы также устанавливались камни, и эти горы, значит, и туда поднимались на другие праздники. Вот эта традиция, она, ну, все-таки, в своей, судя по всему, в своей массе, так сказать, утихла где-то в 50-е, 60-е годы. И сегодня она существует, как тут передвигать-то дальше? Ну, так, по ней. Просто, просто, просто по ней, да? Вот, эта традиция, она, значит, вот эта гора, которая называется Кириха, туда поднимались на Кирику Элита, и это село Шаракан Александра Заводского района. И вот здесь вот остатки вот тех камней, где когда-то стоял крест, значит, вот здесь эти камни, в общем-то, так вот видны, может быть, не очень хорошо. Вот сама эта гора, как раз вот, само село Шаракан находится в подножье этой горы. Рядом стоящее село Шара, здесь, значит, гора Соколиха, вот она вот такая, значит, небольшая предгорье, значит, там тоже остатки того места, где стоял крест и куда заносились камни. Еще одно село, село Дано, это уже другой район, Калганский район, значит, это гора Вознесенская, вот, на ней вот тоже остались, вот есть такое место, куда заносились камни, но дело в том, что вот именно в этом селе сохранилась традиция поднимания камней. Но это вроде как бы такой, почти как молодежная игра, и, значит, пожилые люди этого сейчас не делают, но молодежь, причем, как правило, это девушки, они говорят о том, что они действительно поднимались даже в этом году на эту гору, заносили туда камень, примерно точно так же, как в Нерчинском заводе, нужно заносить туда молча его, ни о чем не говорить, и загадывать желание, причем желание любое уже может быть, и обязательно желание сбудется. Это желание было связано с поступлением в институт, со встречи, так сказать, с молодым человеком и так далее. Ну и здесь вот встречаются вот такие камни, явно чужеродные для этого, собственно, пространства географического. Вот видите, такой округлый камень, явно с речки откуда-то, да еще и, так сказать, покрашенной, так сказать, краской. И, значит, но если вот на российской территории вот эта традиция, связанная с подниманием на гору, именно в православный праздник, она исчезла, то в Китае, как это ни странно, у метисов она сохранилась. И вот в этом году мне впервые удалось присутствовать именно в Китае, именно на Вознесении и фиксировать, значит, в каком виде существует эта традиция. Значит, основное такое поселение метисов, которое как бы считается центром метисов трехречи, это село Эньхе, старое русское название Караванное, и вокруг этого села три горы. Вот самая ближняя гора, это как раз гора Вознесинская, на которой вот сейчас стоят вот таких замечательные четыре креста. И как видим, что вот значит, возле этих крестов есть не только камни, но и на них навязывают пелины, этот термин сохранился в их языке, значит, и, конечно же, все это делается по обету. Вот рано утром, значит, группы женщин, в основном это были женщины, хотя среди них встречались и мужчины, они на Вознесение поднимаются на эту гору, берут камни, вот действительно здесь видно на фотографии, я принес с собой видео, но видео не поддерживает, вот проигрыватель не поддерживается на этом компьютере, значит, да, несут с собой воду, несут с собой иконы, несут с собой значит, еду, самую разную, и в числе прочих обрядовые печенье лесенки, потому что все-таки они, лесенки, лесенки, потому что все-таки это Вознесение, и они очень хорошо понимают, что по этим, как бы, Вознесении Иисус Христос поднялся на небеса, и вот эти лесенки, они ставятся к этим крестам. Значит, ну вот здесь совершается такой молебен, навешиваются новые пелины, старые снимаются, значит, после этого или же возле крестов, или немножко ниже устраивается вот такое небольшое застолье, часть еды остается возле крестов, часть они съедают и немного уносят домой. Это вот как раз вот одна из женщин очень активно приняла участие в том, что стала снимать старые и откладывать их в сторонки, вот это фрагмент молебна. А после молебна зачем несется вода? И, значит, иконы ставятся во время молебна возле крестов, потом в них, они опускаются в воду, вода становится святой, значит, и этой водой обрызгиваются все присутствующие, ну, и это как бы на здоровье, на благополучие и так далее, и так далее. Значит, да. Вот как раз то, что ставится. И вот такие вот они лесенки, такие достаточно большие булочки, которые тут же съедаются во время таких посиделок, значит, да. Ну вот здесь вы видите, что вот это вот младшее поколение метисов уже четверто, они абсолютно совершенно китайские, да, они как бы формально по, значит, по паспорту русские включены в список молчительных народов Китая, но на сегодняшний день их около 20 тысяч. Значит, вот старшее поколение, вот это вот баба, на китайском они говорят, но вот это вот баба, сам это Нюра, женщина, она, по-моему, 32-го года рождения, вот она, белинка, она говорит и на русском, и на китайском. Ну, это вот отдельная история. Ну, я, конечно же, общался в основном с женщинами старшего поколения и только на русском языке. В принципе, это было достаточно. Ну, это вот такой момент одного из застолья. То есть, фактически получилось, что на гору вот с этими камнями, значит, там это поднималось на моих глазах, значит, такие четыре группы в общей сложности, около 40 человек. Но дело в том, что сегодня вот почитание этих крестовых гор, оно уже имеет такой почти официальный характер. В том смысле, что, значит, такие горы с крестами существуют не только рядом с Каравана, рядом с Эньхэ, но и с несколькими другими поселками. И, значит, все эти земли принадлежат колхозу. И, значит, руководство колхоза, понимая, что нужен урожай, и урожай зависит от дождя, и нужно от дождь, как бы зависит от сил небесных, значит, да, то они ежегодно именно на Вознесение устраивают официальный такой объезд начальства. И самые старые женщины, почитаемые именно русские, которые и фрагменты молитвы могут по-русски прочитать, они устраивают объезд вот этих всех гор, всего их четыре горы. Конечно же, вот сесть с ними в машину не удалось, потому что это очень такое, скажем, так сказать, приграничная территория, какой-то русский приехал. Мало ли что ему, так сказать, забредет голову. И присутствие там, в караванной, на Вознесение, я, конечно же, полдня провел на этой горе и фиксировал, в том числе и на видео, как и кто приходит, что делает. А потом в следующий день я уже взял машину и объехал все остальные горы. Вот это одна из самых высоких гор возле села, которое называется Ярнишное. Вот там находятся три креста. Вот это совершенно новый крест, который был поставлен недавно, он такой железный. Но вот что интересно, что в этом Ярнишном, она когда-то была совершенно русским селом, и само название говорит за себя. Сейчас там метисов осталось порядка 10 человек и основная масса монголы. И монголы в последние, так сказать, пять лет поставили выше крестов свое обо, и тоже туда заходят и носят камни. Это вот такое противостояние между православной русской традицией и местным аборигенным населением. Вот это еще одно китайское село, которое находится на самой границе, рядом с русским Сара Царухайтоем. Я не рискнул туда подниматься. Видите, тут стоит даже пограничный стол, потому что рядом были пограничники, аргунь у меня за моей спиной, и мое поднятие вообще могло закончиться очень печально. Я там был неофициально в исследовательской командировке, потому что на самом-то деле для того, чтобы проводить официально какие-то полевые или любые другие исследования в Китае нужно иметь специальные бумаги. Это очень и очень сложный и долгий процесс. Машину, на которой я ехал, проверяли перед этим, и потом проверяли, когда я отъезжал. То есть они думали, что я с водителем приехал за какой-то там травой, которую, ну не ту траву, какая пришла в голову, какая-то лечебная трава, которая в это время собирается активно аборигенным населением. И, конечно же, вопрос я задавал своим респондентам о том, для чего носятся камни. И в подавляющем большинстве на китайской территории мне говорили, ну вот чтобы крест там укрепить, потому что ветер же сильный, значит, он должен там, так сказать, крепко стоять. Вот это был основной ответ. И, к сожалению, находясь вот в селе Доно, это уже Колганский район в России, мне не удалось доехать до такой станицы Чингельтуйской, вот, хотя было очень интересно, потому что атаман этой станицы и глава администрации этой станицы, значит, Кутенков Михаил Иванович, вот он здесь на этой фотографии с правой стороны, он еще в начале 90-х годов инициировал постановку креста, опять же, на Вознесенской горе. И, ну, удалось мне с ним встретиться и просто побеседовать, как бы так получилось, что я поехал в районный центр, и он оказался в это время там. И я услышал от него совершенно удивительную вещь на вопрос, а вот зачем же камни-то носите? Ну, как, зачем он мне отвечает, значит, сам это? Это же как, это же камень живой, это же как яйцо пасхальное. Вот, носим. Значит, ответ был, конечно, совершенно удивительный, вот, и уже после этого, как бы, сразу вспоминается вот эта фотография, покрашенный камень на Вознесенской горе. Украшенный. Украшенный камень на Вознесенской горе, значит, сам, как писанка. Случайное это совпадение или не случайное, сказать, в общем-то, достаточно сложно. И, конечно же, вот в этом, так сказать, исходя из характера обрядового текста и вот такого объяснения очень неожиданно от совершенно, так сказать, простого мужика, который, в общем-то, книг явно не читал каких-то таких особы, что вырастает, в общем-то, такая, так сказать, парадигма, что вот камень, который заносится на эти горы, он, без сомнения, является, значит, учитывая, что это праздник Вознесения, Христа, его оживление, его воскресение и поднятие на небеса, значит, да, и пасхальное яйцо, это вот действительно самый настоящий живой камень, который туда поднимается. И, конечно же, встает вопрос о истоках этой традиции. И, учитывая, что для, вот, вообще Сибири существует традиция вот установки вот этих вот обо на, в священных местах, то есть соблазн, как бы, значит, сказать о том, что вот эта традиция поднятия камней на крестовые горы на Вознесение и другие праздники, она, в общем-то, могла возникнуть и под влиянием местной аборигенной традиции. Но дело в том, что по отношению к камню существует очень четкая еще одна обрядовая параллель. Дело в том, что я это, ну, не наблюдал в своей, вот, полевой практике, значит, да, но записано достаточно много рассказов о том, что, значит, когда человек умирает, его хоронят, отвозят на кладбище, из кладбища забирают домой камень. И этот камень лежит в красном углу, маленький камешек, он лежит в красном углу до 40 дней. И на 40 дней этот камень, когда идут, значит, сам это, родные поминать своего умершего, они относят этот камень на могиле. Отличить этот камень на, значит, на могилах достаточно сложно, потому что там, ну, значит, вопрос о размерах, мне говорили, что они не очень большие, эти камни, значит, да. И в Китае эти могилы, они вообще насыпные, в российских деревьях тоже встречаются, они, как бы, в большей степени насыпные, но вот мои походы на кладбище, они, как бы, вот этот камень, так сказать, принесенный, возможно, туда на 40 дней, они никак не были, так сказать, идентифицированы. Но то, что вот эти две обрядовые параллели, как бы, они осознаются респондентам, я убедился, опять же, вот в этом году, когда мне, так сказать, рассказывали и о поднятии камни на крестовые горы один из респондентов, значит, да, и он сам сопоставил с той традицией, которая существует в их, значит, поминальных, такой вот, по городу поминальной, так сказать, обрядовой традиции. Но что повлияло на, значит, или же такая вот, из традиций, из семейных обрядов, значит, или повлияло на календарную, как бы, или же наоборот, это вот, как бы, вопрос для дальнейшего исследования. Мерчонских записок вы никогда это не видели? Нет, там нет, конечно, не упоминают, потому что, ну, вот, существуют гравюры вот с тем, что крест стоял уже в XVIII веке, значит, да, но какие там совершались обряды, значит, ритуалы, об этом, не известно. Володя, никак не объясняли вот эту традицию переносить с могилы камень, ожидать 40 дней? Что-то, что говорили? Значит, нет, не объясняли, совершенно никак не объясняли. Вот так надо, и все так делали. Попытки как бы... Я хочу сказать, что на самом-то деле... У меня есть объяснение. У тебя какое объяснение? Ну, конечно, не то, наверное, которое было бы у Боригена. Вот такое наивное, да, вот первое, что пришло бы в голову мне, да, как слушателю, что это или часть, или, ну, сигнатура тела, которое там, но оно здесь должно подождать вместе с нами, когда душа его оставит. Вот эти, вот этот положенный срок. И тогда уже обездушиваю, то есть вот тогда, когда оно освободится, мы его относим на то место. Нет, это, конечно, наши такие вот фантазии на этот счет. Но на самом-то деле... Нет, 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 нет. На самом-то деле я хочу сказать, что тут очень важен поиск аналогий. И обрядовых аналогий, и поиск более, наверное, такой, ну, более сохранившейся традиции. И такая традиция есть, и она совсем рядом с нами. Хожу, что молчу. Вот. Ну, потому что это, как бы, такой отдельный разговор, значит, да, получен только от одного человека. Это нужно приезжать и проверять. Поэтому я даже... То есть пока не засветишь? Да, пока, да. Пока, пока... А? Так и не скажу. Нет, так и не скажу, значит, да. Можно... Мы, наверное, не первый раз с вами собираемся на круглом столе. Первый раз? Вот. Первый? Ну, я сказал, не первый, да? Нет. Не последний. И не последний. Первый, но не последний. Вот. И тогда я, так сказать, привезу этот полевой материал, причем он совсем рядом, рядом с Москвой. И там объяснение это есть. Вот и было ощущение, что профессор шифруется, потому что невозможно представить, что он не докопал... Вот выстроив весь этот сюжет, не докопался до пуанта, да, вот, до происхождения того, чем он закончил это все. Ну, ну. Спасибо. А обработанных нет камней-то? То есть их не обрабатывают вообще? Нет, не обрабатывают. Но те, которые заносят... Нет, нет. Это вот просто поднимаются, взяли, значит, сам это из-под ножей, поднялись, поднесли, положили. Но груда камней, она обретает форму? Она обретает, ну, такую коническую форму, которая, вот, значит, да, такая маленькая гора, в центре которой стоит крест. А чем труднее нестить, тем ценнее? Ну, вот, судя по Нерчевскому заводу, да, чем, как бы, больше камень, тем лучше. А вот в реальной практике у метисов я не заметил, чтобы они старались брать большие камни. Но старались брать камни. И, конечно же, есть явное такое гендерное отличие. Вот, мужчины в этом, как бы, так не участвуют, в основном женщины. Есть еще разработки? Нет, нету. Там все закрыто. И эти разработки прекратили, в общем-то, еще в 19 веке, наверное, ближе уже к концу, когда закрыли там каторгу. Вот, но, значит, там копии сохранились, из этого даже пытаются сделать такую небольшую туристическую тропу, вот, но все очень достаточно сложно и опасно. А что они там добывали? Ну, серебряную руду. Корректор А.Кулакова А Sun Т. К, К, К. К, 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 К. К, 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 К. К, 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 К. Продолжение следует...